Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла Колоссиным, глава 4, стихи со 2 по 9, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик. Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. Санисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем». Дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла Колоссиным. Апостол Павел продолжает назидательную речь, говоря о практическом применении христианских истин. Действительно, для апостола Павла было очень важно, чтобы богословие влияло на жизнь человеческую, чтобы оно не было слишком отвлеченным, чтобы это не было кабинетным зданием, доступным только для академиков, профессоров и ученых. Нет, христианство это для всех, и каждый человек может открыть для себя жемчужину небесного царствия, знакомясь с текстами Священного Писания. Итак, что же говорит апостол Павел? «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Это как раз-таки то, о чем часто люди сокрушаются в храмах, о рассеянности на молитве. Это происходит от того, что молитва становится некой рутиной, молитва становится неким обрядом в контексте понуждения, некой необходимостью осознанной, но перестает быть живой, живым зовом сердца человеческого. «Будьте постоянны в молитве». Апостол Павел говорит это довольно-таки часто, и «бодрствуйте во Христе». Мы сейчас должны бодрствовать в молитве. Молитва — это время нашего разговора с Богом. Говоря о том, что «будьте постоянны в молитве», апостол Павел говорит о том, что не то, что мы должны постоянно пребывать в молитве, хотя такая практика существует, исихазм, такая крайняя аскеза, схимничество, вот эта постоянная молитва — это особый подвиг, который существует в церкви, который опирается в том числе на буквальное понимание этого текста. И мы знаем, что эта практика действительно действенна, и мы знаем, что эти подвижники достигают успехов, если, конечно же, все происходит через искреннее покаяние и смирение. Но нам с вами в миру эта фраза должна для нас означать следующее, что «будьте постоянны в молитве». Это значит, что мы не должны пропускать положенное по уставу молитвословие. Это не значит, что мы должны вычитывать бесконечные правила. Нет. Но молитва должна быть утром, должна быть вечером, должна быть перед едой и после еды, должна быть перед отправкой в дорогу и после прибытия на место, если мы путешествуем на машине. То есть вот это постоянное наше, как мы сегодня, к сожалению, многие каются в этом, постоянная вот эта рутинная молитва, как будто бы рутинная, она не должна быть таковой, бодростая в ней с благодарением. Вот. Молитва – это пространство нашей бодрости. Для многих молитва – это пространство нашего сна, да, духовного. Мы начинаем молиться и как будто засыпаем, как будто наши мысли улетают, и мы уже в конце, на последней там молитве, очнемся, о чем-то подумаем пред Богом и уйдем. Нет, молитва – это время бодрствования перед Богом. Да, и здесь, как говорится, лучше меньше, да лучше. Действительно, должно быть бодрствование с благодарением. Далее, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. Сила молитвы. Сила молитвы для апостола Павла значила много. Он всегда просит молиться о себе, молиться об успехе того дела, которое он делает. И в этом смысле апостол Павел показывает прекрасный пример, что он просит не о том, чтобы у него было здоровье, не о том, чтобы ему что-то было. Он просит о том, чтобы то дело, на которое его благословила церковь, на которое его наставил Господь, это дело умножалось и имело успех. Вот о чем он просит. Не о себе. Он просит о том, чтобы Господь даровал ему сил, открыл дверь для проповеди, открыл сердца людей, которым он будет проповедовать. И апостол Павел просит Колоссин молиться об этом вместе с ним. Далее он дает очень дельный совет в пятом стихе. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. И далее. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Действительно, споры о вере, споры о религии, они всегда сопровождают человека верующего. И здесь апостол Павел предупреждает нас, что мы не должны быть агрессивны, что мы должны быть миролюбивы, что наше внутреннее состояние должно располагать человека к себе, а не ожесточать его. Не нужно юродствовать, если на это нет какого-то особенного благословения. Нужно действовать с благоразумием, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью. Да, то есть это слово с благим даром, с внутренней силой, которую мы получаем как раз-таки, бодрствуя в молитве. А если у нас нет этого бодрствования, то и силы никакой нет, и благодати. Зачастую, которое бы нас укрепляло именно в этом смысле, когда мы отвечаем кому-то. Это должно быть, наш ответ должен быть с благодатью, но в то же время приправлен солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Что это значит, приправлен солью? Это значит, наш ответ должен быть насущным. Это не должно быть апелляция к каким-то подвигам других людей, это не должно быть апелляция к чему-то такому, что раньше было, но что сейчас не касается сердца человека, с которым мы беседуем. Наше слово должно быть актуально, наше слово должно быть насущно и отвечать потребностям сегодняшнего времени. Это не значит, что мы должны подстраиваться под современное время, но мы должны отвечать на насущные сегодняшние вопросы. И только тогда, когда мы будем отвечать с благодатью, и это будет актуально, только тогда наше слово будет иметь определенный эффект на людей, и как минимум они задумаются. Такие дельные советы дает нам сегодня апостол Павел, именно практически говоря о жизни во Христе. Но вы заметите, что вся наша внешняя жизнь, все наше общение с внешним миром, оно завязано на нашем общении с Богом. Если оно есть, есть и благодать, есть и сила, и будет эта соль. Если нету вот этой молитвы, которую говорит вначале апостол Павел, постоянства в молитве и бодрствования с благодарением, если этого нету, то наши усилия по отношению к внешнему миру будут тщетны во многом, но не во всем. Далее апостол Павел говорит о своем состоянии, он говорит о том, что о том, что с ним происходит, расскажет Тихик и брат Анисим, верный возлюбленный, который от вас, то есть от Колосин. Они расскажут вам о всем здешнем, то есть апостол Павел передаст с ними информацию о том, что происходит с ним и что происходит вокруг него. Сегодняшний отрывок говорит нам о многом. Сегодняшний отрывок говорит нам о практической жизни во Христе, напоминая нам о том, что мы не изолированы от мира, что мы в нем живем, и нужно с внешними поступать благоразумно, не забывая о бодрствовании в молитве и благодарении. Поэтому будем молиться ко Господу, благодарите Его, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»